Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Табачная зависимость. Как уберечь своего ребёнка от этого зла? Мы продолжаем разговор на эту тему. Сегодня мы будем говорить о том, как реклама табачных изделий влияет на наших подростков и о том, что мы, родители, можем сделать для блага наших детей в сложившейся ситуации. На наши вопросы отвечает Сергей Смирнов. Сергей – представитель общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он снова у нас в гостях сегодня. Я рада вас приветствовать, Сергей. Здравствуйте, Юлия. Тоже рад вас приветствовать и снова рад быть здесь. Отлично. Итак, мы продолжим разговор на такую очень важную тему о том, как уберечь наших детей от табачной зависимости. И в частности, мы сегодня будем говорить о том, как реклама табака влияет на наших детей. С одной стороны, можно сказать, что рекламы как таковой, в общем-то, и нет. В течение дня по телевизору, например, не показывают рекламу табачных изделий. И вроде бы вот так вот по улице ходишь, нигде ты не видишь этой рекламы, да, и кажется, что такой проблемы не существует. Но, с другой стороны, вы говорили о том, что на самом деле существует очень большая проблема, и табачные компании просто борются за наших детей. Каким образом они это делают? Да, действительно, знаете, есть целые институты, которые трудятся и работают для того, чтобы заработать. Вот одним из нечестных бизнесов является сигареты. Почему? Потому что они не только разрушают человека, но и вообще разрушают нашу нацию. Вот это, кто-то говорит, это оружие еще и геноцидное, вот, и направлено против человека. Поэтому это нечестный, несправедливый бизнес. Поэтому, когда вот лично я столкнулся и узнал о некоторых манипуляциях, вот, я не могу молчать, потому что я считаю себя человеком неравнодушным, вот, считаю себя человеком социальным. И понравилась такая фраза, которая звучит, видеть несправедливость и молчать, значит, самому участвовать в ней. Поэтому я не молчу и рассказываю тем более о тех вещах, которых узнаю. В прошлой передаче мы поговорили, как раз немножко затронули, чтобы знать, против чего бороться, знать, чем являются сигареты. Никотин является наркотиком, вот, и ядом. Он разрушает организм, и в человеческом организме нет такого органа, который не разрушался бы под воздействием никотина. Разрушается все, начиная с легких, влияет на сердце, на сосуды, на головной мозг, но и, в частности, влияет даже на внешние факторы. На кожу, на волосы, на зрение, на все. На зубы те же. Кстати, вот в морозное время, сейчас у нас сильные морозы, когда человек начинает курить и втягивает в себя дым, вот, который подходит под большой температурой, а зубы соприкасаются с холодом, то эмаль особо сильно начинает трескаться из-за перепада температур. И тот никотин, который проникает, он поражает эмаль, зубы становятся желтоватого сначала оттенка, хотя молодежь, может быть, это сначала не замечать, но впоследствии проблема усугубляется. Разрушается весь организм, влияет на мозг. Ведь почему это происходит? В одной сигарете, вот в незажженной, Юль, содержится одна тысяча химических соединений, а если к сигарете подносится зажигалка, то химические соединения становится четыре тысячи. Под воздействием. Это целый химический завод в одной сигарете. Поэтому, если сегодня люди начинают курить сигареты якобы с низким содержанием никотина, мы знаем, что никотин это наркотик. И человек, который курит, он является никотинно-наркоманом. Если он начинает курить меньше, никотина получать, то он или затяжки делает глубже, или курит чаще, все равно свою дозу наркотиков он потребляет. Потому что нет такого от большего к меньшему. Наркоманам, наоборот, все, только к большему и к большему. Вот мне, кстати, совсем недавно задали вопрос, почему курильщики, которые курят, они еще плюются? С удовольствием отвечу на этот вопрос. Дело в том, что, вот смотрите, из четырех тысяч химических соединений 43 являются канцерогены, которые вызывают рак. От рака вы понимаете, что сегодня люди умирают. И очень сложно, знаете, вот раз мы коснулись этой темы, очень сложно выявить рак у курильщика на ранней стадии. Потому что, когда у курильщика появляются симптомы рака легкого, уже прошло пять лет. Пять лет он идет к врачу при первых симптомах, и ему говорят, у тебя рак легкого, а как вылечить? А бесполезно, потому что уже этот рак проник во весь организм. Поэтому сложно. Вот возвращаясь к вопросу, почему же люди плюются? Сигарет есть мышьяк. Мышьяк – это не что иное, тоже как яд. Вот. И когда человек начинает курить, мышьяк попадает в ртовую полость и начинает убивать ртовые клетки. Грубо, если сказать, рот превращается в кладбище умерших клеток. Человеку некомфортно ходить с этим кладбищем. И он, то есть, эти клетки умершие, которые гниют и разлагаются, я всегда молодежи говорю, я говорю, поэтому от курящего человека от него не просто пахнет, от него что делает? Ну и смелая молодежь говорит, от него воняет. Я говорю, это правильный ответ. От курильщика всегда воняет. Я говорю, несет, как, простите за выражение, от помойки. Потому что он, мышьяк, начинает поражать ртовую полость. И человек курит и плюется. Курит и плюется. Однажды подъехал к техникуму проводить семинар. Смотрю, девушка вышла. Она меня не видит, я в машине сижу, у меня еще до семинара время есть. Смотрю, закурила. Курит, плюется. Мне думаю, я подумал, интересно, сколько же раз она плюнет, пока выкурит. Вот. Я потом, она докурила, я подхожу к ней, как обычно я делаю к молодежи, подхожу, я говорю, здравствуй, девушка. Девушка, я говорю, я хочу делать комплимент. Какой? Я говорю, вы красивая. Она, спасибо. Я говорю, а вот сигарета нет. Вот. И это несовместимо. И всегда говорю, вы знаете, я уверен, у вас получится бросить курить. Достаю буклетик, на нем написано 21 секрет, как бросить курить. И всегда даю, как презент. Я говорю, девушка, а вот вы не представляете, это не только ведь курить сегодня еще вредно, но это же еще и некрасиво. Я говорю, а помимо того, что вы курите, вы еще плюетесь. Я говорю, как вы думаете, вы знаете, сколько раз вы плюнули, пока вы выкурили сигарету? Она говорит, не знаю. Она растерялась вообще. Она говорит, не знаю, вы 15 раз плюнули, пока вы выкурили сигарету. А я считал. Да, я посчитал. То есть она тоже была в шоке. И вот знаете, весь организм разрушается. И табачные компании, о которых мы начали говорить, ведь 90% табакопроизводителей – это люди не курящие. Первое. Второе. Если человек устраивается на завод, где помимо того, что он видит, как влияет в своей жизни, он видит, что сегодня еще добавляют современные сигареты, это вообще отдельная история. То есть вы имеете в виду на завод производства сигарет? Сигарет, да. Да, химия, смола, краска. Хотя, знаете, иногда мне старшее поколение говорит, старшее поколение любит вспоминать, вот раньше были сигареты, они были качественные, а сейчас я согласен, что сейчас к этим сигаретам добавляют еще химию, смолу, вкусовые добавки. Но вообще такого понятия, как качественная сигарета, ее не существует. Будь то в собственном саду выращена, она приносит смерть и разрушение организму. Ну и плюс еще различные добавки. И вот табачные компании, они серьезно борются за молодежь. А как они борются? Вот как? Они же вот не ходят так по улицам, как вы. Вы как бы можете говорить о том, что полезно для нашего организма, потому что несете добро, да? Ну, кто-то может, конечно, посмеяться или сказать, я курил и буду курить. Но с другой стороны, а табачные компании, каким образом они рекламу свою делают? Смотрите, вот яркий, спасибо, яркий наглядный пример, как табачные компании начали выруливать вверх, выплывать. Сначала они захотели, когда табачные компании начали производить сигареты, они поняли, что курят мужчины. Им захотелось приобрести девушек, чтобы еще женщины начали носить им свои деньги. То есть нужно же заработать. Они первую рекламу от сигарет Мальбора дали такую. Модная женщина курит Мальбора. Они ее выпустили. После выхода в эфир этой рекламы рост продажи сигарет Мальбора вырос всего лишь на 1%. Им это не понравилось. Они сказали, ладно, давайте девчонок оставим в стороне, давайте в стороне возьмемся за ребят, за мужчин. И они дали вторую же рекламу. Настоящий крутой мужчина курит Мальбора. Они сняли ряд фильмов, роликов, где крутые мужчины скачут на лошадях. То есть они крепкие, они сильные, и при этом они курят Мальбора. Может быть, вы тоже, Юль, помните, когда была реклама, там скачет по прерии, катается на байдарке, на джипе, там компания или Мальбор, или Кэмл, потом еще тоже пошла, компания Филипп Моррес начала. Вот после выхода этой рекламы, рост продажи сигарет Мальбора вырос на 400%. 400%, понимаете? Хотя все те, кто рекламировал сигареты Мальбора, они все умерли в достаточно молодом возрасте от рака легкого или эмфиземы. И последние, кстати, слова Юл Бринера, который больше всего рекламировал сигареты Мальбора, он говорит, что бы вы ни делали, он лежит на смертном адре, вы можете в интернете, в свободном доступе его... Да, он говорит, что бы вы ни делали, просто не курите. Если бы мы могли говорить сегодня о раке легках, я бы сказал вам одно, не курите. Вот, поэтому эти люди пересмотрели, молодежь сейчас не видит этих роликов, это все забылось, и табачным компаниям крайне выгодно раскручивать и через фильмы. Кстати, вот если мы возьмем недавно, 31 декабря нам показывали очередную сказку. Сказка называется «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот, вообще, сцены ненормального поведения. Кто-то там напился, поехал в другой город и так напился. Да кто напился-то? Врач напился. Поехал и нашел свое счастье. Нам показывают схему поведения. Напился, счастье нашел. Впервые на экранах советского кинематографа актриса Барбара Брыски по сценарию не является какой-то, может быть, какой-то кабацкой девчонкой, а по сценарию она является учителем русской литературы. Впервые на экранах кинематографа девушка с таким статусом на советском телевидении закурила. На нее тогда хотели быть похожие многие девчонки. После выхода фильма в эфир, рост курения среди женщин в нашей стране вырос в десятки раз. Вот вам, пожалуйста. Не на один процент. Не на один процент. Огромное количество девушек начало курить. Табачные компании сказали, хорошо, давайте мы снова сделаем так, чтобы девушки начали курить. Теперь привлечем как-то девушек больше-больше. Во-первых, начали сниматься такие фильмы, где там Мерлин Монро или подобные девушки красивые, элегантные, с сигаретами. Ага, нам подмена образа. Плюс, они сегодня думали и думали, что сделать. Ага, сегодня благодаря шоу-бизнеса, вот современная реклама, каждая девушка почему-то хочет быть, ну вот, знаете, чем тоньше, тем лучше. И многие девушки, вот, школьницы худеют, морят себя голодом, садятся на диеты. Я всегда говорю, девушки, вы еще не сформировались. Не губите свой организм. Вот, рассказываю потом правильные привычки. И каждый хочет быть тонкой, глядя на шоу-бизнес. И ребята думали-думали, говорят, хорошо, мы создадим тонкие сигаретки. Девчонки, глядя неподсознательно, будут тянуться к этой тонкости и изящности. Я часто задаю вопрос молодежи. Я говорю, молодежь, скажите, пожалуйста, когда вы идете на рыбалку, кто ходил на рыбалку? Я-я. Вот когда вы идете на рыбалку, на крючок вы вешаете то, что нравится рыбе, или то, что не нравится? То, что нравится. Я говорю, и крючок прячете. Я говорю, вот эти ребята, которые создают сигареты, они взяли крючок и спрятали. Создали тонкие сигареты, создали пачку, красивый дизайн. Девушки что любят? Цветочки любят? Не вопрос, мы им цветочки сюда нарисуем. Нравятся стразинки? Не вопрос, мы им стразинки. Нравятся им слова такие? Кис, гламур, что-то такое вот. Не вопрос. Мы напишем, девушки, мы напишем вам все, что вам нравится. Лишь бы вы начали нам носить свои деньги в обмен на бесплодие и рождение больных детей. А еще взяли сигаретки, добавили ментольчик, вишенка, яблочко, шагалатка. Добавили какие-то вкусовые добавки. Она еще так вкусно пахнет. Понимаете? И вот эта зона барьера, она стала такой красивая, не настолько воняет, не настолько, наоборот, все привлекательно. И наши девушки попались на эту ловку. И после выхода вот этих сигарет, рос курение во всем мире, не только в нашей стране, но и во всем мире рос женского курения, просто пошел вверх. А вот что касается надписей на упаковках, Минздрав предупреждает, и сейчас уже более современные надписи о том, что, какие конкретно болезни вызывают курение, это влияет или нет? Или когда человек уже начал курить, это как мертвая парка. Вы знаете, Юля, очень хороший вопрос задали. Действительно, статистика показывает, что когда появляется на пачке сигарет надпись, курение вредит, разрушает, все-таки статистика начала уменьшаться. Когда начали еще рисовать картинки о том, к чему это приводит, это тоже дает плоды. Поэтому я благодарен тем людям, которые сегодня в нашей Государственной Думе принимают такие законы и размышляют о том, как сделать так, чтобы курение все-таки было непривлекательным. Поэтому благодарен. Но в большинстве случаев для молодежи сегодня эти картинки не очень актуальны. Почему? Потому что они видят, что написали одно, а на экране они видят, что герой, он выглядит прекрасно, он скачет, бегает, она так выглядит женственно, элегантно, у нее красивый мужчина, у него красивая машина. И вот это, то, что написано, оно где-то, да, знаете, многие сегодня верят, что да, сейчас все вредно. За фразой «все вредно» стоит табачная алкогольная компания. В одной из следующих передач я расскажу и об этой манипуляции. Сегодня табачные компании, алкогольные, они хотят, чтобы мы поверили, что сейчас все вредно. А раз все вредно, то есть абсолютилизировать, вот это такого не бывает, да, один раз живем. На фоне того, что все вредно, табак, алкоголь замыливаются и не кажутся такими же вредными, понимаете? И когда к человеку приходишь и говоришь, не кури, почему, это вредно, он говорит, да, сейчас все вредно, сейчас все вредно, понимаете? Многие табачные компании идут в школы сегодня, парадокс, и в учебные заведения. Как это? Проводя антитабачные компании. Но единственное, что они проводят такие компании, которые молодого человека, наоборот, не отпугивают, а привлекают. Они приходят в учебные заведения и говорят, вы знаете, вот курить или не курить, это выбор взрослого человека. Ответственно, вы дети, вы этот выбор сделать сегодня не можете, поэтому курить вы не можете. То есть тем самым они показывают, что курение это выбор взрослого человека, а молодежь, она стремится быть взрослее. И вот этот стикер, который мы сегодня видим, где продают сигареты, плюс 18. Мы не продаем табачные изделия лица ниже, меньше 18-летнего возраста. Это наклейки и вот эти стикеры, они не предусмотрены законом. Закон не обязывает это делать. Это шаг табачных компаний, чтобы привлечь молодежь и детей и показать, что курение это признак взрослости. Там работают гениальные люди, гениальные психологи, которые провоцируют еще раз понять молодежи, что курение это признак взрослости. Да, понятно. Но у нас опять же остается буквально минута, что на фоне вот этого всего делать нам родителям? На фоне всего мы возвращаемся, знаете, к той простой формуле и к той простой схеме, в принципе, которую мы и говорили на предыдущей передаче. Первое. Нужно родителям принять решение самим перестать травиться табачным дымом, перестать носить деньги табачным компаниям. Если мы курим, значит... Принимать решение, бросать. Это единственное разумное решение. Второе. Нужно дать информацию детям полезную, правдивую, чем является курение. Чем является курение. Знаете, я вам в заключение скажу такую фразу, что везде я сталкиваюсь с тупиком, везде с тупиком, когда родители принимают решение, пусть мой сын или дочь лучше курит дома, чем будут по подъездам бычки собирать. Вот это сразу тупик, уважаемые родители. Не сделайте это ошибки. Сами не курите, дайте верную информацию, расскажите, что никотин это наркотик. Расскажите о тех концепциях, которые сегодня используют табачные компании. Вот эта гитлеровская программа, Гитлер однажды сказал, если говорить неправду достаточно долго и достаточно громко, люди начнут ей верить. Поэтому сегодня многие табачные компании показывают и обманывают. Не попадитесь на эту ловку. Понятно. Сергей, я благодарю вас за участие в этой программе. Мы еще продолжим разговор о том, как уберечь наших детей от курения в следующих передачах. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин